Только за три квартала этого года в область приехало 120 тысяч иностранцев. Половина из них это туристы, еще 17 те, кто приезжает в область по личным делам или на учебу. Но 33% едут к нам трудиться. Ищут заработка, чтобы помогать семье на родине. Работают чаще всего в качестве подсобных рабочих на строительстве разных объектов. К слову, больше всего приезжих в нашем регионе из Узбекистана, Таджикистана, Украины, Армении, Молдавии и Азербайджана. Есть у нас районы с большей миграционной нагрузкой. Это традиционно у нас районы, прилегающие к Московской области, Александровский, Киржачский, Петушинский район. Также выделяем мы город Владимир и Суздаль. Но Суздаль стоит особо, то есть это в основном туризм. Правонарушений с участием иностранных граждан на территории области фиксируется немного. В основном это проблемы с регистрацией. Работает у нас в основном молодежь, которая плохо знает русский язык и слабо разбирается в местных законах. А это серьезно осложняет их пребывание на территории России. Адаптироваться к жизни в нашем регионе юным и взрослым мигрантам бесплатно помогают в центрах социально-культурной адаптации. Там для мигрантов организованы занятия по русскому языку, компьютерной грамотности, истории и культуре России. Кроме того... Естественно, мигрантам оказывается помощь и социальная защита населения области оказывает помощь мигрантам, которые попадают в трудную жизненную ситуацию. Естественно, дети мигрантов, они имеют право здесь посещать детские сады и образовательные учреждения. Естественно, те же трудовые мигранты могут рассчитывать на медицинскую помощь. Уже несколько лет во Владимире работает паспортно-визовый центр. Там по системе единого окна принимают необходимые документы для получения патента на работу. Он обойдется мигранту в 18 тысяч рублей и дается на один год. Затем патент можно продлевать. За консультацией можно обратиться к переводчикам. Недавно приняли гражданку Узбекистана, которая владеет несколькими языками. Работает администратором в нашем миграционном центре. То есть все люди, которые, иностранные граждане, приходят к нам, за помощью обращаются. Она может им объяснить доступным языком, что они хотят, их потребности выявить. Таким образом мы помогаем. А с октября этого года на базе миграционного паспортно-визового центра реализуют новую программу по адаптации мигрантов. Ее совместно с профильными ведомствами разработали общественники. Иностранцев будут обучать российским законам. Наша одна из главных задач, то есть как раз снизить вот некую такую низкую правовую грамотность иностранных граждан на территории Владимирской области. Понизить риск возникновения как раз межнациональных конфликтов. Для этого сейчас разрабатывают специальную памятку с самой необходимой информацией на нескольких языках. Всего планируется выпустить около трех тысяч брошюр. В них будет рассказано, куда обращаться за помощью и правовой поддержкой в случае необходимости. И какие законы нужно соблюдать на территории нашей страны.